Здесь будут очень тоже интересные ребята, которым, к сожалению, в первый день пока удача не улыбается. Лучший из них Фредерик Самуэльсон находится на седьмом месте. Ну, 152 очка его отделяют, а если говорить о дистанции третьего места, то всего 70. Поэтому ничего это еще не значит, и надо смотреть, как он сделает оставшиеся пять видов. Самуэльсон набрал за первый день 4082 очка. Стартует он здесь по шестой дорожке. Здесь, конечно, все внимание вот к этому спортсмену, Илка Сит Николас, представляющий Нидерланды. Он, к сожалению, сейчас только на семнадцатом месте, к сожалению, для его, конечно, поклонников. Да, он пока первый день разочарования. Да, как-то первый день мы думали, что он выступит гораздо успешней. Но пока ничего похожего на того Илка, которого привыкли видеть его поклонники. Итак, здесь вроде бы все вышли спортсмены на старт. Йохан Френджели из Швейцарии будет здесь выступать. И Сит Николас по второй дорожке. Маттиас Брюгер по третий. Ниос Питон Билл из Бельгии по четвертый. Роман Барас будет стартовать по пятой дорожке. Он пока десятым идет. Бьет Самуэльсон по шестой. Тим Новак будет бежать по седьмой дорожке. И Яник Блейн по восьмой дорожке. Да, после первого дня есть потери у десяти борцев. Да, помимо не стартовавшего, мы говорили вчера, известного эстонца Мика Пахапила. Уже шесть спортсменов прекратили, по сути дела, борьбу. Ну вот идет представление спортсменов. Это личные рекорды вы видите внизу. Питая Билл из Бельгии 14.44. Его результаты показаны в этом году. Беги на 110 метров за барьерами. Ну я буду все время отвлекаться на Эштона Итона и Илью Шкуреневых. А Илья не выступает здесь, вы знаете. По какой причине россияне здесь вообще не принимают участие. А Эштон Итон рекордсмен мира, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира. Недавно выиграл совсем несколько дней назад чемпионат Соединенных Штатов. Отобрался естественно на Олимпийские игры. Набрал там 8750 очков. Это очень высокий результат. И претендует, конечно, он опять на самые высокие места. 13.60 пробежал Эштон Итон. 110 метров за барьерами. Это фантастический результат, скажу вам сразу. Но Итон отличается тем, что он очень быстро бежит спринт, барьеры. Он очень быстро бежит 400 метров. Он рекордсмен мира в беге на 400 метров среди десятиборцев. Да, можно сказать так. Никто быстрее его не бегал в десятиборье. 400 метров в десятиборье. Итак, а у нас старт. Ну, здесь француз Роман Баррес. Я думаю, что он самый быстрый барьер. Баррес был чемпионом Европы в свое время, да. Ну, вот пока он идет. Ну, да. Ой-ой-ой. Смотрите, что-то... Не идут сегодня барьеры. Столько технического брака у десятиборцев. Сколько уже? Трое, да? Самоэльсон пока впереди, мне кажется. Ну, где-то рядышком там. Ну, что? А Тим Новак, похоже, не закончил дистанцию. Чуть-чуть ветер стих, но все равно не существенно. Да, да. Это просто неудача, конечно. Это беда просто. Я боюсь, что к концу десятиборья 10 спортсменов дойдут, да. Баррес, нет, это... Нет, Баррес, Баррес, скорее всего, выбрал. Баррес добежал, да. Но Тим Новак, мне кажется, закончил соревнование. И вот Самоэльсон. Самоэльсон или Баррес, да, здесь одерживает победу. Нет, отдают Самоэльсону 14.65. Баррес боролся, боролся. Роман Баррес боролся. Он проиграет совсем немного, там одну-две сотые. Ну, Самоэльсон таким образом сейчас, я думаю, что выйдет в лидеры после этого вида. Ну, у нас еще есть третий забег, где будут сильнейшие. Пока, пока. Ну, вот Самоэльсон 65, Баррес вот одну сотую ему проиграл, и Фрэнгли третий был. Ну, да, вот, к сожалению, Тим Новак не смог закончить дистанцию, и теперь мы тоже будем ждать, будет ли он продолжать свой длинный путь в этот второй день или закончит. Вот, видите, на втором забеге он просто зацепился, и бельгиец тут же тоже, все они на одном забеге. По восьмой дорожке, посмотрите, что творилось. Питамвилс, да, вот они двое. Он еле устоял. И, боюсь, как бы он не дисквалифицирован был, потому что вот переход барьера, следующего барьера вот после этого, он сомнителен очень, видите? Он практически ушел с дорожки своей, и барьер преодолел сбоку. Ну, может быть, его простят здесь, потому что никто не останет. Правила для всех одинаковые, это правда, да. Барьер сбоку преодолевать нельзя, тем более, что там не было другого барьера, если бы он на соседнюю дорожку перебежал. Ну, он иногда и на соседнюю перебежал, и барьер не преодолел, так уж, если говорить. Нет, дают ему результат, оставили, да, его в покое. Видимо, такой результат, что не жалко оставить, да? Вот он, Яна Коегонна. К сожалению, да, тоже ошибся. Ну, и посмотрите, Юлка, седний голос, как пробежал, тоже очень слабо, 16-24.